Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. Сегодня у нас вторник, 4 октября. Время в городе Чикаго 9 часов 15 минут утра. На восточном побережье 10 часов 15 минут, на западном побережье, в Калифорнии, в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 7 часов 15 минут утра. Ну, а в Москве 17 часов 15 минут, и мы сегодня беседуем с ясновидящей, с экстрасенсом, с магом и волшебником Еленой Порецкой. Лена, добрый вам день! Привет, Майкл! Привет, Чикаго! Привет, Америка! Да, ну, рад увидеть тебя снова на экране. Дело в том, что через буквально несколько часов мы уезжаем. Наш центр закрывается относительно передач по радио на какое-то время, ну, правда, на короткое время. Поэтому это внеочередная такая программа. И я предложил о том, чтобы мы поговорили. Дорогие друзья, сейчас я обращаюсь к вам, наши уважаемые радиослушатели, о том, что, повторюсь, мы беседуем с ясновидящей экстрасенсом и парапсихологом Еленой Порецкой. И тема у нас сегодня – дома, новые дома, может быть, даже не новые дома. Ну, короче говоря, люди покупают где-то дома, квартиры, где существует какая-то энергия, где существуют какие-то вещи. И вот одна из вещей, мы уже эту тему когда-то освещали на Сангейс-радио, это было довольно давно, зеркала. Лен, ну вот, скажи, пожалуйста, зеркала – это непременно, это какая-то часть мебели, скажем так, да? То есть у женщины в сумочке постоянно находится зеркало, она должна в него глядеться, так сказать. Ну, и мы вот эти зеркала вешаем по всему дому, где надо и где не надо. Расскажи, где не надо вешать зеркала, которые как раз-таки очень негативно будут отражаться, возможно, даже на нашем здоровье? Ну, во-первых, зеркала как бы имеют древнюю такую историю, да? Сначала их делали из бронзы как-то там, вот, изначально, когда люди смотрелись в воду, видели свое отражение, они это все пугались и тоже причисляли к нечистой силе и прочее. Всякие религии тоже свое отношение к этому умеют, кто-то минусовое, кто-то плюсовое, если взять древность. То есть, на самом деле, зеркала это магический объект, я бы сказала так. Через зеркало можно лечить, делать порчи, снимать порчи, заговаривать что себя, что других. Ну, в общем, это такой магический предмет. Есть магические зеркала, есть обычные. Зеркала сохраняют память. Почему опасны очень старые зеркала? Потому что вы не знаете, кто смотрелся туда, допустим, в 12 веке, а вот оно у вас сохранилось. И сколько наслоений информации есть на зеркальном объекте, да, соответственно. Поэтому, если вы, допустим, имеете старое зеркало, вешаете его где-то, то в какой-то момент времени вы должны понимать, что энергетика того, что через это зеркало проходило, она будет вхожа в вашу квартиру, в ваш дом, и неизвестно, хорошее это будет или плохое. Вот, значит, желательно, конечно, когда вы делаете, сейчас очень приняты зеркальные виды всякие, на потолках, на шкафах огромные зеркала, но желательно все-таки иметь зеркало, не больше одного зеркала в помещении, потому что, во-первых, зеркала не любят соперничество. То есть, что было два зеркала или три. Зеркала не любят, когда смотрят друг на друга. То есть, вот это вот состояние, когда вы заходите в комнату, и вы отражаетесь во многих зеркалах, и создаются зеркальные коридоры, оно вообще опасно. То есть, это состояние ухода может быть, да. Зеркало желательно, конечно, надо протирать. Перед зеркалом нельзя стоять в плохом состоянии. Вы себя будете программировать на плохое состояние, допустим, да. Опять же, тут нужно частоту помыслов соблюдать. Частота помыслов перед зеркалом и вообще в любых отношениях, это когда вы и сознательно, и подсознательно все-таки думаете хорошо, да, а не так, что внешне вы сказали, что вот вы так хорошо думаете о человеке или о себе, а внутри у вас какие-то сомнения грызут, и вы эти сомнения на себя же и навешиваете, глядя в зеркало. То есть, опять же, за зеркалами надо ухаживать, соответственно, да, то есть протирать обязательно, потому что если вдруг зеркало часто покрывается пылью, ни с того ни с сего, или запачкается жирным чем-то, там или на нем вдруг начинают садиться мухи, это уже говорит о негативе. Еще один факт существует в зеркальном направлении, да, это, зеркало это переход, то есть состояние перехода из параллельного мира в параллельный, может быть так, да, либо астральный мир потусторонний, то есть бывает, что зеркало несет негативную энергию. Ну вот у меня по этому поводу как раз-таки вопрос. Это переход, да, и зачастую, допустим, ну и люди не знают, то есть действительно ли есть такая возможность перейти по ту сторону? Предметно, наверное, не может человек перейти, как ему кажется, как в соседнюю дверь, но переход происходит астрально, то есть человек может предметно находиться в этой реальности, но астрально он шагнул за зеркало, и здесь существует принцип, что человек может притянуть то, что было за зеркале себе, потому что там все как бы может быть наоборот. Вот, опять же, смотря какое зеркало, бывает, что зеркало старинное или кем-то подарено, оно несет определенную программу, и кто в него там до тебя смотрелся, тоже еще имеет место, важно быть, да, все это как наслоение присутствует, то есть человек как бы заходящий в ту сторону за зеркаль, а астрально, он может столкнуться со всем тем, что было как слои предметные, заложенные астрально в это зеркало. То есть, и здесь, опять же, человек может притянуть себе это через сны, и потом у него материализуется какая-то проблема, да, если это минусовое зеркало, вот, но также точно и плюсовое решение какое-то человек может себе притянуть. Мы когда переехали в электросталь, мой бывший муж подарил мне зеркало, и с гипсовой такой вот резиной такой рамкой, вот, и когда мы с ним разошлись, это зеркало у нас осталось. Вот зеркало, оно влияло, да, как-то, почему-то, вот, где бы оно ни висело, я сначала его в одном месте повесила, и у меня дети, они вот видят тоже вот такие вещи астральные, ясно видят, и когда они еще были маленькие, они все время боялись, когда в прихожей нет света, потому что мне Родосвет все время говорил, что там вот есть что-то страшное, и действительно, я сколько раз сталкивалась, я проходила мимо темной прихожей, и я видела там, как бы, стоящее прямо напротив двери, что-то в белом, ну, как привидение такое, но это опять же говорит о том, почему-то через это зеркало вот к нам приходила некая какая-то девочка страшная такая, вот, и в итоге, как бы, такие вещи потусторонние проходили, у нас как будто бы это был как портал какой-то. Я это зеркало выбросила, кстати, еще насчет зеркал, можно выбросить зеркало, да, но информация, которая на этом зеркале была, она автоматом перейдет в новый дом, это 100%, и лучший вариант, соответственно, закопать зеркало, это мне сказал коллега мой, он работает с зеркалами тоже, он целитель краснодарский, Гена Лобанов, очень такой действительно интересный человек, вот он сказал, что, говорит, Лена, зеркала, говорит, надо закапывать, если, говорит, ты, ну, информацию, чтобы прикопать, да, чтобы убрать информацию, тогда эта информация не будет иметь места дальше через другое сознание у других людей, вот, то есть, вот, существует такая опасность, что человек купил зеркало в каком-то антикварном магазине, может быть, в него смотрелся какой-нибудь там, я не знаю, маньяк или насильник, и, соответственно, это зеркало автоматом принесет эту логику в дом, к людям. Лена, вот такой вопрос по ходу. Ну, допустим, действительно, люди, то есть, новое зеркало, они, как бы, ну, по определению, нету никакой негативной энергии, если они вышли, человек купил это в магазине, оно абсолютно новое. Ну, оно новое, но оно будет уже в себе, допустим, если это зеркало стояло на прилавке, оно будет вносить в себя всех тех, кто проходил вот мимо, мимоходящих. Хорошо, хорошо, допустим, человек купил зеркало, действительно красивое зеркало, он купил в антикварном магазине, как вы говорите, или, ну, где-то в комиссионном магазине купил, неважно, и повесил зеркало. Можно ли определить, вот, допустим, вы экстрасенс, вы парапсихолог, и мы сейчас с вами говорим, и вы рассказываете вот такие вещи, которые обычные люди, как бы, так не понимают, да? Можете ли вы определить, есть ли в этом зеркале какой-то негатив? Или вот человек хочет купить зеркало, еще даже до того. Можете ли вы сказать, допустим, есть ли вот какая-то энергия в этом зеркале? Ну, я могу сказать, да, и если уже человек купил это зеркало, то я могу сказать, стоит ли его оставить или лучше выкинуть, то есть прикопать лучше, да, закопать. Прикопать? Потому что, ну, закопать, чтобы это зеркало не несло больше дальше эту информацию, как бы, да, некоторые даже разбивают, кстати, ну, я бы не советовала это делать, лучше-то просто закопать его, и все, не надо разбивать зеркало, потому что, кстати, действительно это работает, сколько-то, когда человек разбивает зеркало, это может принести потерю, да, какую-то потом, то есть это как предупреждение, как знак, здесь просто действительно уже показывает, что на человеке, значит, есть какой-то негатив, порча, понимаешь? То есть я могу сказать, что это зеркало не надо покупать, и даже я настоятельно обычно рекомендую каким-то людям сказать, что я советую, вот эту вещь вам лучше выкинуть, или сложить ее в кулек, посмотрите, как будет без этой вещи, в целлофановый кулек, чтобы, потому что через целлофановый пакет энергия все-таки не проходит так, ну, если плотно закрывается мешок, вот, и посмотреть можно, либо выкинуть, либо можно почистить, но старые зеркала, их невозможно почистить, это слишком большие пласты. Понятно, так что, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, если вы хотите купить зеркало в антикварном магазине, где-то в комиссионной, или кто-то вам дарит зеркало, неизвестно как, что и почему, то отнеситесь к этому с осторожностью, потому что всяко бывает. Скажите, а почему, когда человек умирает, есть такая, по вере, надо зеркало завесить, закрыть чем-то темным, допустим, ну, или просто закрыть? Ну, здесь тоже разные версии есть, я как бы скажу свое ощущение от этого, да, не буду общепринятой версией говорить. По моим ощущениям, это прежде всего закрывается, как бы душа человека как бы по ту сторону находится, и таким образом закрывает вход обратно, как бы через зеркало, как бы все-таки это такой потусторонний портал считался тоже всегда, и таким образом закрывает вход обратно, как бы, да, чтобы не отзеркаливать душу, чтобы покойник как бы тоже не вернулся уже обратно в тело, то есть это как-то вот тоже с этим связано. На самом деле, в принципе, закрывает потусторонний проход В данном случае для этого человека И для тех, кто может с ним зайти в дом Ну, опять же, поверья там разные еще с этим миром уходящих Я понял, да, Лен Хорошо, скажи, пожалуйста Ну, допустим, уже прошло время Не знаю, 9 дней, 40 дней Когда можно открыть это зеркало? Ну, открывает вообще, по-моему, 9 дней Ну, вообще, или 3 дня Кратные 3 обычно держат эту тряпочку на зеркале Главное, там именно сам принцип При прощании с ушедшим зеркало закрывают И некоторые 9 дней держат эти зеркала закрытые Но, опять же, это к тому, чтобы душа покойного не вернулась Как бы говорится, астрально не зацепила за предметный мир, где раньше жил Я понял, хорошо Следующий вопрос Есть такая наука, называется фэншуй И по фэншуй Неблагоприятно вешать зеркало в прихожей Когда человек входит, скажем, в дом И прямо напротив него висит зеркало Есть по этому поводу что-то такое там Да, я уже об этом говорила Да, есть такое правило Это как бы создается такой зеркальный коридор Когда ты заходишь в дверь И человек заходит в дверь и видит перед собой зеркало Он как бы сталкивается, во-первых, с самим собой Да, вот это как бы такое вот состояние тормоза идет сразу в сознание Во-вторых, все-таки создается астральный коридор Как будто бы ты куда-то дальше потом можешь пойти То есть не очень благожелательно для физического здоровья То есть это во всех случаях и для хозяев То есть вообще в прихожей, прямо при входе Не стоит вешать зеркало, да? Ну да, желательно, как бы Потому что получается, что человек, если вы уходы человека То есть зеркало это слишком часто будет запоминать Это будет уже дальше нести эту логику Всем входящим и выходящим И не факт, что хорошую Лучше зеркало сбоку вешать где-то Чтобы как бы ты проходил вот мимо, допустим Но не так, чтобы вот Или еще вот есть несколько зеркал Знаешь, сейчас модно так делают Вот и заходит человек в комнату, да? А он там продолжается полностью в нескольких зеркалах Вот знаешь, как страшно Вот это ощущение коридора Вот это вообще нежелательно Потому что это идет раздробление изображения человека, да? И по сути, как бы это откладывается на судьбе человека потом То есть по сути зеркало, зеркало Это некая судьбоносность, да? Люди же не покупают это зеркало раз, там, ну допустим каждый день, да? Люди купили зеркало и повесили там Некоторые передают своим детям, внукам и прочее, да? Вот, и соответственно Это все собирает определенную ауру, да? Энергетику в себя И вот все, что происходило в доме Оно закручивается на это зеркало Как бы как вихрь такой, вихревой поток И это зеркало потом несет эту энергетику Всех тех событий, которые проходили в семье, допустим За какой-то период времени Я понял А скажи, пожалуйста Мы приходим куда-то в чужой дом, в другой дом Мы приходим куда-нибудь в места общего пользования В холлах висят зеркала В ресторанах висят зеркала В домах наших друзей, знакомых И куда мы приходим везде На улицах висят зеркала Есть ли какие-то, скажем, негативные вещи О том, что не надо смотреться, допустим, в зеркало Скажем, чужие зеркала Или нет такого? Или это не имеет значения? Здесь такого В принципе, здесь состояние проходящего потока То есть человек заходит в гостиницу И зеркала относятся к самой гостинице А не адресно к человеку, который туда зашел То есть ты прошел в этой гостинице И, по сути, как бы ты не забрал никакой логики Потому что здесь уже идет Ну, как бы вся энергетика касается самой гостиницы И его хозяев Не только хозяев, почему? И постояльцев тоже Ведь люди приходят туда Люди приходят туда зачастую Ну, разные люди Мы не знаем, кто эти люди приходят туда Постояльцев тоже Логично, да Но, опять же, тут уже идет какая взаимосвязь Если, допустим, у человека зарифмована какая-то ситуация То он уже через эти изображения может подхватить, опять же Ту или иную энергетику того человека Который когда-то проходил Или взаимосвязь с таким человеком И притянуть себе подобную ситуацию Которая там у кого-то была Такой эффект может быть, да Но человек не сопоставит это с зеркалом в гостинице Вот в чем дело Тут, скорее всего, еще играет роль номер В котором он остановился Кто там спал до него И какие события разыгрывались в этом номере Потому что бывают номера Которые рифмуют Рифмуют события прошлого постояльца И это перекладывается уже на всех постояльцев вообще в гостинице Это так называемые проклятые гостиницы Можно так назвать То есть, может быть, нужно Так сказать, вообще В номере гостиницы Зеркало там Пришел и закрыл его Чтобы не было ничего Ну, вообще-то, кстати Можно призавесить Опять же Если учитывать, что существует Астральный портал потусторонний И кто знает Что на это зеркало было сделано Но там же обычно на шкафах зеркало Ты не можешь ничего этого завесить И здесь просто нужно Немножечко эзотерическими практиками Абстрагировать от себя Реальность этого зеркала Не пуская в свою жизнь То есть, как бы Не нужно перед зеркалом долго стоять Этим Это чужое зеркало Желательно, чтобы кровать не отражалась В этом зеркале И желательно просто лишний раз В него не заглядывать А для этого всегда Их подное зеркало Я понял А почему Неблагоприятно Ставить Допустим Вот комоды Там дрессеры Стоят напротив кровати Как правило Но места так Немного возможно В комнате И поэтому приходится Ставить Ну вот Где Там, где Только можно поставить Почему это неблагоприятно Видеть себя в зеркале Кровать там И себя там Ну вообще Как бы опять же Исходя из Астрального портала Которым является зеркало Человек когда спит У него открывается Определенный Портал Да Особенно если люди Выходят в астрал Или осознанное сновидение И зеркало как таковое Оно может в принципе Усиливать это Это да Но также через это зеркало Могут входить Сущности какие-то Которые Допустим Если это зеркало Не новое Вот Если это новое зеркало То оно будет отражать Только хозяина И его поле И его энергетику Понимаешь И тех кто вхож В эту хозяйскую коммуність В эту квартиру К этому зеркалу Относящегося Но в данном случае Если зеркало Какого-то старого шкафа Да И Как тоже мы снимали квартиру Одну Сын снимал квартиру И там было очень старое Старое зеркало Ну знаешь где было Прям в прихожей Прям оно вообще Старое Советское Было Вшито в эту Вставлено в стену Было Огромное такое И Сержина фотографировала Это зеркало Там оно Даже повреждено Эмаль была Сзади видимо В двух точках И Когда мы смотрели фотографию Почему-то получилось Что отцвет получился На районе желудка По-моему И пуповин Еще Сержина говорит Что это такое Мы потом на зеркале Посмотрели А там были просто Повреждены Вот эта эмульсия Сзади Или эмаль Как ее называют Вот И это зеркало Оно действительно Отражало Всей энергетику Той хозяйки А люди купили квартиру Сдавать ее И У меня все время Было ощущение Что там была женщина До Вообще там Ну хозяйка изначальная Да Которая умерла Потому что Сын ее чувствовал Он говорит Тут периодически Я чувствую Как присутствие человека Я когда заходила Я ее чувствую Это одинокая Женщина в возрасте Которая Освоила эту квартиру И вот она там ощущалась И мне хозяйка Квартира Говорит Лена Если тебя беспокоит Это зеркало Давай его выбрасим Я говорю Ты знаешь Мы уже как бы Соголосовали этот вопрос Все нормально Но я не стала Ей подробностей говорить Что в принципе Хозяйка сама Умершая Квартира Она не хотела Чтобы мы выбрасывали Это зеркало Ну понимаешь Вот И я его оставила Просто я его почистила Свечой Чтобы энергия Этого зеркала Не касалась Нас Ну как бы Нашей семьи Понимаешь Я понял Лен Давай перейдем На другую тему Немножечко Ну она тоже касается Зеркал Допустим Есть такое понятие Приворот Мы на эту тему Уже говорили Но эта тема Интересует Очень многих людей Потому что Сегодня Есть достаточно Много людей Обладающих Способностями И не всегда Эти способности Они направляют На созидание Они направляют Это на разрушение И Бывают Что Ведь очень просто Допустим Наверное Да Люди обладают Такими способностями И вот Если мы уже говорим Про зеркало Ведь можно Там Просто Вот Зная о том Что человек Смотрится В этом зеркале Можно туда Какую-то информацию Внести И каждый раз Когда человек Будет смотреться В это зеркало Он будет Зомбироваться Той информацией Которую Кто-то Туда внес Такой вариант Может быть Или нет Может быть Такой вариант Даже Я бы сказала Что сам человек Себя может Приворажить К объекту Любви Или к объекту Ненависти Смотря в зеркало И подсознательно Или сознательно Думая о каких-то Людях Люди могут Сами себя Привораживать К объектам Своей любви Или ненависти Но так же Так же Может человек Вот почему мы Кстати избавились От зеркала Которого у нас было Да Потому что У меня поток людей Раньше шел через дом И все проходили По сути через это зеркало Оно боком стояло Да Висело И частенько Когда Не очень хорошая подруга Или кто-то У меня останавливался Напротив зеркала И закладывал информацию Я потом просто ощущала Как порча через зеркало сделана Понимаешь Да И когда уже Качество этой порчи Перевесило То есть я чувствовала Уже его физически Я решила От этого зеркала Избавиться Мы его просто выбросили Действительно Человек Двадцать пятый кадр Это такое называется Понятие Закладывает Определенную мысль В зеркало И потом Она начинает Работать на хозяина Зеркала В минусовом варианте Это элемент порчи То есть это Скажи Скажи пожалуйста Использует И начинает И начинает И начинает Использовать Все что угодно Лен Это преимущество Друг 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 Допустим Был другом Был Там Не знаю Вместе делали Там какие-то дела Вместе Они там ходили Друг другу В гости Дружба Закончилось На каком-то этапе И причиной Была деньги То есть Прошу прощения Перестал человек Да Перестал человек Субсидировать Этого Так сказать Друг И вот этот Друг Теперь На него Ополчился И делает Все что угодно Чтобы его Засудить И заполучить Его Имущество Ну или Какую-то часть Этого имущества Как этому Противостоять Ну во-первых Нужно Развести Кармически Этих людей То есть Они завязаны Кармически То есть Тот друг Который Да Ну якобы Друг Который Сейчас посягает Допустим На имущество Своего бывшего друга Из-за какой Амбиции То есть По-хорошему Нужно развести Кармически Наверное Развести Кармически Нужно Этих двух друзей Так называемых То есть Потому что Один Зафигачился Отжать А второй Зафигачился Не отдать То есть Как бы там Идет Энергетический Он как раз таки Прав Он как раз таки Я просто знаю Конкретную ситуацию Ну нет Все равно Этот человек Прав Все равно Теория Нет Послушайте Все равно Подсознательно Этот человек Не хочет Ничего отдавать Ну согласись Он считает Что он прав А тот Допустим На него наезжает Вот мы этот Случай рассматриваем Так вот Не прав В этом случае Тот кто наезжает Ну обычно Я таких людей Отвожу Отвожу Как бы соответственно И то что они Пытаются делать Тем На кого они наезжают Там через суды Или личностно Или через Эзотерические практики Потом такой человек Получает просто Возвратный удар И кстати Тот же суд Может перестать Быть на его стороне И человек Может вообще Перестать судиться У него Сложатся обстоятельства Во вред Ему сложившиеся Где ему Не нужно будет Это Он не сможет Этим заниматься И как бы Тот друг Который был Более прав На которого Этот бывший Друг наезжал Он вдруг Избегнет проблем С этим Ну с этим Кармическим Уже врагом Понимаешь Я понял То есть такая Ситуация Вполне вероятна Более того Она не просто Вероятна И возможно Это практикуется Сегодня К сожалению В наш век Невежество Люди делают Непонятно Чего они делают И не понимают Чем им это может Обернуться Вот Тогда Мы Подходим К заключению То есть Мы завершаем Нашу программу Эту конкретную Ситуацию Мне хотелось бы Уже Вне эфира Обсудить С тобой И Рассказать Более подробно О чем идет Речь Дорогие друзья Также я Могу Посоветовать Вам Если у вас Есть какие-то Ситуации Подобные Обратитесь К нам Это Тройное W SunGates Radio Dotcom SunGates Radio Dotcom Это наш Skype SunGates 1.08 И Мы Попросим Елену Разобраться В этой Ситуации Более того Не просто Разобраться Даже Может быть Прокомментировать А может быть Даже Если Требуются Здесь Какие-то Очень серьезные Меры Которые Надо Принимать Елена Порезкая Способна На Эту Поскольку Она Является Экстрасенсом Парапсихологом Ясновидящей И В то же Время Обладает Очень серьезными Качествами Нейтрализации Вот этих Вот Всяких В наше Время Популярных Приворотов Заворотов Подобных Вещей Которые Делают Темные Силы Ну Лен Большое Спасибо Тогда За Время Твое В эфире Мы Сейчас Перейдем Другой Компьютер И Пообщаемся Вне Эфира А вам Дорогие Друзья Дорогие Наши Радиослушатели Удачи И чтобы У вас Таких Ситуаций Было Как можно Меньше Но Если Все-таки Случилось Мы Вас ждем Приходите Лен Спасибо Еще раз Всего До новых встреч Субтитры